Как-то странно все сейчас происходит, уже которая по счету звезда из мира кино обжигается на своих необдуманных твитах, но ситуация при этом повторяется вновь и вновь. Так что вслед за Крисом Пратом, Джиной Караной или тем же Джеймсом Ганном, теперь пришла очередь новой Черной Пантеры Летиции Райт. Из-за чего интернет взбесился на исполнительницу роли Шури, почему против нее выступили даже некоторые коллеги и может ли Marvel отменить новую Черную Пантеру? Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Итак, с чего же все началось? А началось все с того, что Летиция Райт разместила в своем твиттере ссылку на некое конспирологическое видео из Ютуба, где людей призывают не вакцинироваться от COVID-19. Поскольку Райт не добавила никаких собственных комментариев, публика решила, что актриса полностью согласна с мнением авторов данного ролика, после чего множество людей ринулись высказывать свое недовольство таким поведением будущей Черной Пантеры. Недовольство очень быстро переросло в настоящее негодование, а ситуация стала выходить из-под контроля. Причем, что удивительно, в этот раз коллеги из Marvel, которые отстаивали того же Криса Пратта или Джеймса Ганна, не высказали своей поддержки Летиции Райт и даже более того. Дон Чидл и вовсе сперва публично выступил против актрисы, которая, увидев негатив со стороны общественности, написала «Если вы не соответствуете популярным мнениям, но задаете вопросы и думаете сами, вас отменяют». После чего Дон Чидл ретвитнул пост своей коллеги, ответив на него «Пока Летиция», как намек на мем «Пока Фелиция». Если кто не знает, то «Пока Фелиция» или «Пока Фелиша» это популярный американский мем, основанный на фильме 1995 года, который используется при прощании с неинтересным или надоевшим тебе человеком, мимо которого даже не хочется запоминать, поэтому ты просто называешь его Фелишей. Ну, как бы все довольно очевидно, и исполнитель роли Воителя очень четко дал понять, как он относится к своей коллеге. Правда, позже Чидл все-таки удалил этот первоначальный твит и написал, что он предпочитает поговорить с Летицией наедине, цитирую, «Нет, если она стала трансфобной, пусть проваливает, но я лично скажу и это, если она скажет что-нибудь безумное, не в Твиттере. Вот как я поступаю с друзьями и как я надеюсь они поступят со мной, если я облажаюсь». Здесь нужно, кстати, сделать пояснение, что во все том же злосчастном видео, которое распространила Летиция, еще и нашли какие-то там намеки на трансфобию, так что исполнительницу роли Шури сейчас обвиняют почти что во всех смертных грехах. Что это может значить для ее карьеры? Думаю, мало чего хорошего, ведь Летиция еще не успела сделать себе громкого имени или заработать серьезный авторитет. Более того, главная роль во второй Черной Пантере досталась ей совершенно случайно по причине трагической смерти Чедвика Боузмана, так что получить такие неприятности из-за своего новичка, это уж точно не то, чего хочет руководство Марвел. И вот мы уже узнаем, что у босса в студии после всего случившегося был некий очень жесткий разговор с актрисой, чем там все закончилось мы не знаем, но знаем то, что Марвел и Дисней просто не могут себе позволить такого рода черного пиара, особенно от актрисы, призванной заменить Чедвика Боузмана. Поэтому варианты сейчас называются самые разные, от простого покаяния Летиции Райт до ее замены в роли Черной Пантеры или даже отмены фильма целиком. Правда, последний вариант кажется мне уж слишком нереальным, а вот что касается увольнения Летиции, подобное вполне может произойти. Тем более, что с подачи Дона Чидла вряд ли на этот раз коллеги молодой звезды вступятся за нее, как это случалось ранее. Так что исполнительница роли Шури может остаться в полном одиночестве, посмотрим чем там все завершится, а кому интересно узнать продолжение, просто подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, так будете оставаться в курсе самых интересных новостей. Пока же пишите ваши комментарии, ставьте пальцы вверх, спасибо всем кто был с нами, пока-пока.